Матч в Ростове был под угрозой срыва. Челнинские гости в Белом прилетели лишь за полчаса до начала игры, проведя время в аэропорту города Саратова из-за нелётной погоды. После чего в авральном темпе добирались до стадиона, куда всё же успели. Харасильмаш осадил штрафную Мартешкина и атаковал беспрерывно, но гол забили гости. Неожиданная атака Камаза. Лухович снабжает мячом Евдокимова, экс-спартаковец прокидывает снаряд между ног Бондарю по направлению на Заярного, а тот тем же издевательским способом переправляет мяч в ворота Савченко. Пропущенный мяч хозяев не остановил. Харасильмаш наседал, Мартешкин при вялой помощи своих защитников оборонялся. После перерыва количество хозяйских атак материализовалось в качестве. А начал голевую атаку Камазович Шуканов, запустивший мяч свечой в Поднебесье. Гасил свечу уже Герасименко, выделявшись своей активностью и в первой половине. Совершив впечатляющий рейд вдоль штрафной, он решился на удар. Мяч в касании от Ханкеева отскочил к Маслову, а тот пробил с разворота. Мартешкин вывел красиво, но уже после того, как гол состоялся. Хозяева настроены решительно, автор голевой передачи Ханкеев торопится продолжить игру. Усилия Расильмаша не пропали даром, Маслов врывается в штрафную, но его настигает Варламов, угрожающий втоптать того в землю. Вторая желтая кашечка вырастает в красную, и Варламов досрочно покидает поле, так же, как и получивший травму Маслов. Капитан хозяев Ханкеев ставит Мартешкина на колени. 2-1 в пользу комбайна строителей. Мы победили заслуженно и по моментам, и по игре. Мы имели большое преимущество, но отыгрались, показали характер.